Еще несколько лет назад это казалось нереальным тем, чему учатся, если не десятилетиями, то долгими годами уж точно. Но авторы проекта уверены в столичной культуре, подкрепленной готовностью местных властей, раскошелиться. 19 желтых урн уже украшают дворы Левого берега. Пока только в Есильском районе, остальные на очереди. Всего до конца года установят свыше 6000 урн. Устраненная в мире практика, когда у источника образования, то есть непосредственно у жителей, отходы разделяются по группам. В мире разные приняты подходы, есть что вплоть до 10 групп отходов разделяются. Контейнеры состоят из двух частей. В одну можно класть сухие отходы, например бумагу, стекло и пластик. В другую средства гигиены, пищу и так далее. Есть такие мифы, что вторичное сырье будет источать неприятный запах. Всем жителям нужно понимать, что вторичное сырье никакого неприятного запаха иметь не будет. Его можно выносить не так часто, как мусор органический, который источает неприятный запах. Специальные машины все отходы будут привозить вот сюда, на завод по переработке вторичного сырья. Он находится на территории полигона за городом. Для проекта по сбору раздельного мусора из казны выделили более 5 миллиардов тенге. Авторы уверены, это снизит количество выбросов в атмосферу и улучшит экологию Астаны. Столицы, которые вскоре отметят 20-летие. Анвар Шаликенов, Нурлан Утигенкий, канал Алматы, Астана.